Что такое миновазин? Какие проблемы поможет решить миновазин? Кому не стоит использовать миновазин? Смотрите видео до конца и узнаете, как использовать миновазин. Конечно, каждому приходилось применять такое местное обезболивающее средство, как миновазин. Однако не все знают, что использовать бюджетный препарат можно при различных патологиях. Давайте разбираться. Что такое миновазин? Это жидкость или мазь? Он пахнет ментолом и содержит местные анестетики, навокаин или прокаин и бензокаин, а также ментол и этиловый спирт. Обезболивающее действие происходит быстро за счет навокаина и продолжительно за счет прокаина. Ментол стимулирует мелкие сосуды и оказывает ощущение прохлады и уменьшения боли. Также способствует проникновению вглубь кожи других компонентов лекарства. Также воздействие ментола приводит к уменьшению симптомов воспаления и зуда. Миновазин применяется только наружно. Какие проблемы поможет решить миновазин? Такое недорогое, но эффективное лекарство поможет при следующих 15 состояниях. Первое. Остеохондроз позвоночника часто проявляется нарушением функции, связанной с болевыми ощущениями. Легкое втирание миновазина снимет боль и поможет восстановить утраченную подвижность. Второе. Радикулит отступит, в каком бы отделе позвоночника он не находился. Миновазин поможет и при поясничном, и при грудном радикулите. Третье. Артроз суставов проявляется болями в суставах, снять которые поможет именно миновазин. Четвертое. Ушиб мягких тканей станет болеть меньше, если применять данное лекарство. Пятое. Гематомы будут проходить быстрее и меньше беспокоить при употреблении миновазина. Шестое. Головные боли отступят, если смазать миновазином виски. Седьмое. Симптомы простуды, особенно сопровождаемые кашлем и заложенностью в груди, пройдут значительно быстрее, если смазывать грудь и спину, а потом закутываться в одеяло. Восьмое. Ангина, любая боль в горле, уменьшится при обработке шеи раствором или мазью миновазина, а потом согреть шерстяным шарфом. Девятое. При сосудистой недостаточности нижних конечностей, особенно проявляющейся в пожилом возрасте, поможет смазывание стоп и голеней. Это снимет боль и чувство усталости, возникающие обычно к вечеру. Десятое. Пузырьки простого герпеса быстро пройдут, если смазывать их миновазином. Делать это надо аккуратно, используя ватные палочки. Одиннадцатое. Уменьшить проявление геморроя можно, если палец обернуть марлевой салфеткой, смочить миновазином и вставить в анус, повернуть несколько раз. Такую процедуру следует повторить несколько дней подряд, по одному разу. Болезнь быстро регрессирует. Двенадцатое. При гайморите уменьшится отек слизистой носа и пазух, если проводить легкий массаж области придаточных пазух носа с применением миновазина. Тринадцатое. Варикозное расширение нижних конечностей станет менее ощутимым при растирании голеней миновазином. Четырнадцатое. При бессоннице поможет заснуть растирание миновазином шеи и области затылка. Пятнадцатое. При возникновении болевого синдрома при стенокардии с отдачей в левое плечо помогут растирание миновазина. Миновазин поможет при зубной боли, если растирать больную щеку. Снимет зуд после укуса насекомого, уберет прыщи при обработке участков воспаления. При использовании возможно появление легкого сжения и ощущения похолодания. Кому не стоит использовать миновазин. Не надо применять это средство при индивидуальной непереносимости, при открытых ранах и ожогах, склонности к понижению артериального давления и при тяжелых формах легочных заболеваний. Во всех остальных случаях, особенно для снятия любых болезненных ощущений, можно использовать миновазин, но только наружно. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!